Ой, давно меня не было. Короче, в эту существенную белорусскую осеннюю погоду я решил стартануть вокруг Беларуси. Пускай это будет и по частям, а не полностью весь круг за, так скажем, один раз. Посмотрим, что из этого получится, посмотрим, какие будут проблемы, или, может, беспроблемно получится проехать. Но все же нужно что-то делать, как-то начинать, как-то двигаться куда-то. Если я хотел три года подряд вокруг Беларуси, то нужно это как-то хоть проехать. Хотя бы по выходным дням хоть как-нибудь. Еду я на Минчике в 14.27, суббота, выезжаю в Гольшаны, смотрим, что будет дальше. В общем, по идее, должен быть дождь. Я решил взять вот эти вот, как нарукавники, не знаю, дождя помогут. Мне так будет холодно промокать, но они слазят. Мне это не нравится. А еще, а еще, а еще, надо поправить шлейки рюкзака. Пока я замаскирован в этом кукурузном поле, это можно сделать. Вы, конечно, этого не увидите, потому что камера настолько широкоугольная, чтобы вы могли видеть, как я подтягиваю шлейки. Ну, я вам это расскажу. Так, только что встретил черных копателей, которые пытаются найти здесь что-нибудь. Но я думаю, безуспешно. Пока что вот мы выезжаем с Носилово. Видя кукурузное поле. Время, пока что, нарукавные дождя. Вот. В общем, по идее, должен быть дождь. Я решил взять вот эти вот, как нарукавники, не знаю, дождя помогут. Мне так будет холодно промокать, но они слазят. Мне это не нравится. А еще, а еще, а еще, надо поправить шлейки рюкзака. Пока я замаскирован в этом кукурузном поле, это можно сделать. Вы, конечно, этого не увидите, потому что камера настолько широкоугольная, чтобы вы могли видеть, как я подтягиваю шлейки. Но я вам это расскажу. Так. Только что встретил черных копателей, которые пытаются найти здесь что-нибудь. Но я думаю, безуспешно. Так что вот мы выезжаем с Носилово. Видя кукурузное поле. Время, пока что, нарукавные дождя. Вот. Дальше. Колесо на мусе прикольно себя ведет. Такое, как будто, как желе-образное. Ропу не может уходить. Я даже отстанавливал, что смог, что это уже роман в машине. И я недавно менял. Вот нормально. А с оборудованием. А то еще я не могу. Я не могу. Я не могу. А я не могу. Но еще не очень. Вот так как я могу. Как я хочу. Я не могу. В Берединцево было на школьнике, через какие-то там горьки, задние дворы, и полна переезд, который там перенесли. Сейчас они куда-то там были. Мне кажется, настоящее тура. Это не далеко быть для пелемянских разливов, только в Берединцево. Я не совсем уверен, что я, что вы по этой дороге сразу же ездите, но я не уверен, что я выехал. Лотовая надежная, полноценный мотор, и я, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, в детстве, где, наверное, много рыбы. Понятно, вот берега будет торчаться, что это... ... 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 Молодечно, забыл как называется, короче в сторону Березинского, когда едешь, в Получанах вроде, очень похож, да и как в Молодечно, собственно говоря, тоже, вот, такого на года постройки, сейчас мы посмотрим. Да, вот и по таким дебрям тоже приходится ехать, потому что навигатор, считай, что здесь есть дорога, знаешь, может куда ты жила, на берегу. Дорожка обещает быть интересной. Дорожка обещает быть интересной. Какая дорога у меня. Шаминчики по таким этим, там гляньте, скажу я вам, Боже, куда. Просто не понимаю, не вижу. Если там дорога есть, то я поеду. Крикольно сделано. Не понятно, что это, чьи-то горы или что. Заехать поближе. Интересно, интересно. Так, мы только что уехали в Тель-Шан. Мы подъезжаем в Тель-Шан. Что-то в России. Что-то в России. Что-то в России. В России. В России. В общем, нашел место, офигенно красивое. Я ем сосиски. Слепнули. Просто так служит моментом. Потому что городок, я не знаю, это поселок. Очень прикольно. Здесь много сохранившихся старинных домов, которые в этой старинной кладке. И когда едешь по этой главной улице, то они с разных сторон стоят. Они прям в отличном состоянии. Прям как будто, не знаю, как в Польше. Очень много таких домов. И солнился себя на мысль. Вот чтобы у меня такой был дом. Это прям какой-то бы подпитывалось энергией. Спокон Вякоун. Такое что-то. Руины замка. Ну, руины как руины. Вот этот вот костел. Намного мощнее выглядит. Там церковь стоит. Здесь прям центр такой небольшой. Здесь гостиница. Там Родный Куд. Евроопт мини. И такой вот это вот ощущение, ради которого ты есть, в принципе. Ты поближаешь этот город. Все надо что-то купить. Ты смотришь. А этот магазин просто находится в каком-то, ну, почти что частном доме. Ты заходишь в этот мини-магазин, как обычно деревенский. И ты понимаешь, что люди здесь живут совершенно в другом ритме. Совершенно другие у них какие-то, не знаю, как-то непонятия. Ну, по-другому все. И ты понимаешь, что мир неодногранный. Кто-то живет так, кто-то вот так. Вот. Нашел такое классное место. Возвышенность. Никакого замка здесь, по идее, не было. Просто решил перекусить и запомнить этот момент. Даже без солнца он прекрасен. Я забыл вам сказать, что в Альшаном я уже был. И на сегодня план доехать до Иисского замка. Не забыл вам показать. Короче, едем-едем. Мы в деревне. Какое-нибудь деревня. Какое-нибудь деревня. Су... Сурвилишки. Сурвилишки. Это, короче, памятник. В честь воинов. Больштёра Желе Занай. Самарского Ульяновской дивизии. Павших в боях 41-го года. Так. Там у нас... Не помню. Все заваривали. Естественно. И ничего не было. Политехника Ну, это не кривой мост Тотик держит У меня тушили Кудово! Короче, неожиданно, нежданно я Можно сказать В Литовской Республике очутился Меня, конечно, ведёт Куда-то По прямой, но я, пожалуй, Объеду это место Пожалуй, дам Потому что проблем Мне как-то не хочется Су-су-су Су-су-су К нашими пограничниками Город Короче, город phenomenal Славль, поселок, не знаю, что это. Гиброэлектростанция у нас там находится, амбар, ледовня, дворец Уместовский, дворцово-парковый комплекс Уместовский. Гиброэлектростанция у насartzит гиброэлектростанция у нас преобразовое как klarжениеiningiest у 你 las, возраст forge. Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, ну прикольно так... Думаешь, строили вот эти вот, да, богатые люди тогда... 1800 какой-то там год... 850-й, да, был рот богатый... Был рот богатый... Здесь вот заезжали на каретах по кругу... Останавливались... Здесь вот флигель правый, флигель левый... Ну, сейчас хотя бы начали... Ну, вроде восстанавливаются, я так понимаю... Ну, как много у нас дворцов заброшенных... Просто нахрен никому не нужных... И... Ну, продали бы, может, кому-нибудь... У кого есть деньги... Чтобы восстановить... Ну, красиво, офигенно, красиво же... В общем... В 2012 году... Здесь случился пожар... В результате того, что какой-то был... Демонтаж... Отобительной системы... Несанкционированный... Вот... И... После этого его окончательно закрыли... А так он, в принципе, неплохо пережил две войны... И сохранился... Вот... Ну, реально... Красивый... Обалденный... На берегу озера... Вот, на самом деле... История Беларуси... Вот так вот изучается... Чтобы все вот так вот... Кто-то... Свозили... Показали... Так у нас все... Блин... Два этих замка долбанных... Мирский и Несвежский... Все... Словно говоря, да... Сейчас те измерения, которые вы называете... Что вы выбираете... Даль... Лезарий... Вот так вот... Где-то еще остатковает... Самый дом... Что-то меня... Смутное сомнение... Что это... Югородичная льона... Здесь тоже есть дорога... Но мы ничего не понимаем... Так... А длинность... оно стало... Личная льона... Героя... Кам... Она... Тонyeah... У... Кто-то видит... Я говорю ц shrimp... Наfta... У дорог